так а это о чем видео их съемок привет мы видим ваши комментарии про сны буквально любой пост который бы я не выложил каждый третий комментарий с выпусками про сны хотим ответить разом всем итак выпуск про снега сразу говорю сегодня будут и хорроры и род 96 все ребята смотрел то виться это не недели не две не три это буквально три месяца для того чтобы его сделать прошло уже полтора около двух и у нас есть очень много материала очень много материала к выпуску про сны нейробиология разные ясно опять на воровал статьи короче говоря понятцы разные схемы куча источников теперь нам нужно это все отработать и отправить экспертом на консультацию для этого нужно еще месяц потому дожди никто никогда не был в космосе если шо видео нужно видео про космос будет вчера нас была игра про космос сегодня видео про космос кстати говоря и в онлайн вот если шо ссылка в чате если вы по моей ссылке зарегаетесь в и в онлайн вы получите бонус миллион очков в игре 4 вы задали большую планку 35 тысяч лайков на одном комментарии вот я буду очень благодарен если вы зададите тоже планку зарегайтесь по ссылке в игре и хотя бы немного в нее поиграть вдруг понравится вот это мне очень поможет на самом деле быдло ты ебаная бля письки будут блять пять собак сука письки до хорни спасибо да это рекурс и поэтому мы хотим сделать очень классный и жирный выпуск для этого нам нужно много как вы потерпите еще месяц в конце октября хотя знаете что напишите еще несколько тысяч комментариев как вы хотите выпуск про сны мы все за лайком все прочитаем у нас такая работа читать комментарии как вы хотите выпуск про сон давайте вперед в комментариях всем спасибо а сейчас отходите выпуск про атмосферу очень интересный космос это далеко так вы все думаете общепринятая граница между планетой космосом линия кармана проходит на высоте 100 километров но давайте смотреть не на официальные границы а на физические факты уже на высоте 10 километров атмосфера становится не менее опасным местом я раньше думал что облака пиздец как высоко потом полетал на самолете понял что бля на самом деле они так низко космос она убьет вас стоит совершить вам хоть малейшую ошибку слышали когда-нибудь про самолет призрак рейс 522 авиакомпании helios во время полета на высоте 10 километров он перестал отвечать диспетчеру чтобы проверить что произошло туда отправили истребители и в иллюминаторах они обнаружили неподвижных пассажиров а в кабине пилота одного стюарда который пытался хоть что-то сделать самолетом через несколько часов топливо закончилось и лайнер рухнул ну что же случилось из-за поломки одной маленькой ручки весь воздух из самолета незаметно вышел а кислорода за бортом было недостаточно чтобы новый человек пассажиры могли им дышать целый самолет мертвецов на автопилоте да с одной стороны эта история звучит страшно а с другой это высота морозы самолетом не могут управлять аэропорта там же ну типа вроде как автопилоте хуйня и могут управлять дистанционными сотни людей в том числе и меня я уже задавать его маршрут и он делает то что у него в программе так опасен золотые бана и бля посмотри лучше потом выпуск слепенко там нет запрещенки добрый выпуск и смешной то я не буду сейчас уже ничего смотри бля когда-нибудь может вышел четыре прыжка с парашютом с высоты четыре километра но я хочу больше по всему миру и даже у нас в стране люди уже не раз прыгали из 10 километров с баллоном кислорода за спиной и это моя новая мечта которую я вас пытаюсь реализовать зачем да чуть тебе мало 4 километров мало да да еще поднявшись на высоту 10 километров мы оставляем под собой все что привыкли называть погодой дожди циклоны грозы торнадо обычные облака и большая часть всех ветров а если подняться еще выше до 30 километров то внизу окажется девяносто девять процентов всей воздушной массы видите эту тонкую голубую полоску на горизонте мы привыкли считать что именно она дает нам жизнь но и вся эта масса наверху тоже неслабо на нас влияет да кажется что дальше наверх нет ничего интересного просто пустота что там но это не так чем выше тем больше удивление дыхание перехватывает не только от нехватки воздуха но и от восторга и вы испытаете его вместе со мной не вставая с дивана или скрип реклама же важно в этом выпуске мы подготовили больше 80 фактов про атмосферу нашей планеты и связали их в одну большую атмосферную историю и вот что мы хотим вам рассказать слова сейчас вы узнаете кто обитает в стратосфере кто такие эльфы и спрейты зачем молнии бьют в космос где они могут летать самолеты и космические станции как увидеть кладбище метеоров почему на высоте 100 километров холоднее чем на 500 что там на самом деле творится с озоновым слоем как началась новая космическая гонка почему прогноз погоды постоянно врет и почему ни один космонавт никогда не покидал землю ха ха нихуя ссылка в описании вот именно что ссылка в чате вообще-то куда проще чем в описании залезть и ян здорово мы все ненавидим прогнозы погоды кажется прогнозы погоды давайте про алиса привет алиса понял тебя прогноз погоды на завтра завтра в падикове от плюс 4 до 6 дождь пошла нахуй нормально же сидели вы чего а счета блять меня дианонишь суши алиса привет алиса алиса а извини меня алиса алиса блять иди нахуй реально заебала я что-то хотел спросить а тебе нравится чбд нравится конечно вы что чбд говно не стоит вскрывать эту тему поверьте мне чбд плохое шоу и еще ответ блять чё тупая у тебя спрашивали надо мне ладно все у тася спасибо тебе большое за рейд всем привет ребята всем здравствуйте а мы только начали сорить топ леса представляете себя да они так же точны как и гороскопы но у меня есть я живу просто в падике в москва-сити точный предсказатель погоды который только можно придумать представляю вашему вниманию гиперионский кирпич просто повесьте его на улицу и если кирпич мокрый значит идет дождь если сухой отбрасывает тень погода ясная если качается значит ветер довольно сильный ну а если кирпич не видно то похоже у вас туман тут и гадалки не ходить звучит как старая шутка и в этой шутке 99 процентов правды ведь никто кроме этого кирпича не даст вам стопроцентной гарантии какая погода население 30 человек чё блять да а шо хотели мы живем вместе где все умерли ждет на улице весь для прогноза погоды мы используем компьютерную модель которая всего лишь просчитывает вероятность вот так меняется точность прогноза чем дальше в будущее мы попытаемся заглянуть тем она ниже прогноз сделанный день в день довольно точно 95 процентов для температуры 80 для осадков но далее вероятность угадать падает на 2-3 процента в сутки почему да потому что в компьютерной модели мы загружаем сотни параметров земли воды и воздуха с разных точек и если хоть один поменяется на сотую долю процента то по принципу домино начнется лавина изменений в целом регионе и чем больше времени пройдет тем больше их накопится двумя словами хрен предскажешь так что не ругайте синоптиков за херовый прогноз погоды ведь они с помощью электронных машин максимум с комнату просчитывают машину погоды размером с планету да это ну не просто это сложно но я вам ее объясню за две минуты на каком топливе работает атмосферная машина конечно на солнечном но воздух получает его не напрямую от солнца солнце присылает нам энергию в виде коротких волн света а земля поглощает воздух в виде длинных инфракрасных волн тепла благодаря ему движутся воздушные массы которые несут нам ветер и осадки так и работает погода но солнце освещает нашу планету неравномерно больше всего энергии достается экватору как-то нечестно и чтобы исправить эту несправедливость и распределить тепло по всем широтам включается машина под названием атмосферная циркуляция это выглядит как три гигантских шестеренки в каждом полушарии атмосферные ячейки они называются и каждая из этих шестеренок перемешивает массы воздуха на огромные расстояния там где масса поднимается наверх получаются области низкого давления потому что воздух буквально стремится уйти от вас подальше и меньше давит на вашу голову здесь поднимается влажный воздух и идут осадки поэтому в таиланде и бразилии влажный климат и растут джунгли а там где воздух наоборот опускается давление высокое потому что сверху обрушивается огромная масса воздуха ну логично это называют области высокого давления в этих местах все очень сухо и поэтому здесь находятся все пустыни планеты антарктида это тоже пустыня самая большая на планете хотя лед и холод ведь пустыня не там где песок как мы привыкли думать а там где мало осадка где бы я еще хотел побывать это вот именно там в антарктиде те с разным давлением реально чередуются вот там прикольно и таким образом мы получаем разные климатические пояса вот что значит климатические пояса и как раз у границ атмосферных ячеек между теплым воздухом с юга и холодным с севера выгодно летать самолетом из-за перепада давления здесь дают сильнейшие ветра с запада на восток высотные струйные течения самолеты часто ли сегодня влияние ретроградного меркурия чешо что сегодня с чатом чбд хоррор и беременная патикова я вот и банная бля я сижу в бане уже неделю здесь холодно очень разбань пояжи же ты сам баню а ну значит что-то жесткая блять было за что я в итоге забанил спасибо тебе большое 120 рублей на я подумаю по пути тогда к тяге двигателей прибавляется сила ветра и относительно земли самолет может разогнаться быстрее звука а рейс о нью-йорка в 2020 году смог пролететь в лондон за рекордные 5 часов чего блять таллин полу морген а нет это мадды спасибо тебе большое вместо обычных 6 как раз оседлав попутное течение атмосферные ячейки по нашим меркам огромны но примерно на высоте 10 километров они упираются в потолок и верхнюю границу тропосферы первого слоя атмосферы где мы все обитаем тропос значит изменение так что это изменена слой где постоянно что-то меняется напомню именно здесь происходит самое активное явление и все что мы называем погодой почему внизу все такое разнообразно да потому что этот слой атмосферы самый плотный в нем больше всего воздуха власть его защиту того что запускает атмосферную машину и так тропосфера это место где мы живем и можем дышать а что нас ждет выше тропосферы паника смерть и другой слой и что там в другом слое да что там другая погода что вообще ученые делят атмосферу на слои все дело в температуре но это примерно сори в чате попросили доброе утро минус 45 50 ну и чем выше космосу чем ближе к нему тем наверное и холоднее попросили крикнуть не совсем если бы мы опускались дальше и дальше под землю то температура бы постоянно росла но с атмосферой все не так просто температура в ней меняется очень странно вот так как будто атмосфера никак не может решить что она все-таки хочет охлаждаться или греться или снова охлаждаться или нет все-таки греться да именно по высотам дорога график резко изгибается начинает идти в другую сторону ученые поделили атмосферу на слои как пирог и у каждого слоя своя начинка и своя физика смотрите в тропосфере температура падает с плюс 10 до минус 45 держится а затем снова растет пока не достигнет нуля здесь все бурьи циклоны утихают все тишина и начинается стратосфера страна переводится как слой поэтому стратосфера это слоеный пирог сфера воздух больше не перемешивается сверху вниз и снизу вверх теплые и холодные массы лежат слоями за это пилоты и любят стратосферу и крейсерская высота полета проходит как раз в самой нижней ее части тут не трясет потому что турбулентной стене сопротивление воздуха низкая и поэтому можно экономить на топливе по этой же причине гигантская пушка кайзера вильгельма чтобы достать до парижа через линию фронта запускала снаряды на высоту 42 километра еще в первую мировую там они меньше терлись а воздух и от этого летели дальше понимаете объектами которые человек впервые запустил в стратосферу были снаряды для убийства французов как говорится современные пассажирские самолеты обычно не залезают за отметку 12 километров потому что ну нет необходимости воздуха так разрежены лети себе спокойно все окей зато сверхзвуковые истребители могут подниматься до 20 километров и выше как на этих кадрах смотрите подъем всего на 17 километров а небо уже абсолютно черное но мировой рекорд на реактивных двигателях дышащих воздухом поставил летчик александр федотов на миг двадцать левшись почти на 38 километров выше забирались только аппараты на воздушных шарах и ракетных движка чтобы понять что вы будете чувствовать в стратосфере представьте себе поверхность марса такая же сухость и давление и ультрафиолет а что там по температуре каждый километр вверх вы будете чувствовать как воздух вокруг вас греется пока открыт даже в википедии написано что стратосфера 6 тире 20 километров но наверное значит уровень разный это что трудно упомянуть в ролике а я забыл что мы сварим яна топлица лучше научно популярный контент стас ты что ли ты уже успел раз влачение записать на видео чел не кричи больше я черт делал не теперь черт переделывать банан похож на огурец спасибо тебе за 120 уже получает жесткий загар потому что над вами становится все меньше и меньше озонового слоя именно он задерживает тот самый плохой ультрафиолет и греет воздух хотя на самом деле озон это тот же самый кислород только озон это вместо у всех по-разному ассоциируется это слово о 3 то есть три атома в молекуле в этом и есть фишка и сейчас вы поймете поломок и по себе здорово ребята всем привет а мы топлица смотрим про написано про космос но почему-то он рассказывает про атмосферу на зоны вы свой и озоновый слой здорово спасибо за рейд курейдером лучи ультрафиолета разбивают молекулы обычного кислорода о-2 пополам и таким образом поглощаются становясь обычным теплом обломки собираются в тот самый озон о-3 и этот третий атом нас сильно выручает по жидко спасибо озон тоже поглощает вредный ультрафиолет и делает это супер эффективно но самое прикольное что озон он как росомаха принимает на себя удар это да это правда генерирует и снова принимает удар это правда это реально вот это уже про настоящего озона речь идет цикл миллионы ли разрушение озона уравновешивали друг друга благодаря такому счету так и появилась ну жизнь которую мы знаем но тут вмешались мы и начали добрасывать воздух кучу химикатов вроде фреона из старых холодильников от фреона улетевшего в стратосферу сваливается хлор и ворует один атом у озона превращая его в кислород так наша химия стала разрушать озон но бля хорошая новость что после того как люди запретили фреон и холодильники нет и похожую химию то дырки в озоновом слое стали исцеляться самая известная дыра над антарктидой размером больше от арктиды уже уменьшилась и пропадет примерно к 2070 году если мы не будем говнюками мы и другие сложные организмы обречены жить гораздо ниже озонового слоя почему потому что мы приспособлены жить в определенном атмосферном давлении 760 звездная собака спасибо за переподписку метров ртутного столба да вы наверняка это слышали это устаревшие единицы что назначает вообще хер знает вообще похер то есть это неважно важно другое что что одна маленькая но очень гордая птичка плевать хотела на эти законы летает где хочет африканский сип мы знаем об этом потому что он влетел в двигатель самолета на рекордной высоте 11300 метров как он смог туда забраться все просто эти гордые птицы читеры и у них в крови уникальный гемоглобин который эффективно соединяется с кислородом даже при низком ста стоповый ян просто никто а при этом до тебя чел писал в чат ян топовый стал ступа никто так то никто в итоге то блять давление 11 километров это что птичка достигла стратосферы не можешь раз повторить историю о австрии и германии который ты вчера у мазелова рассказать хотел на стриме о я уж забыл на самом деле над африкой этот слой начинается с 16 километров так что ссоре птичка рекорд не засчитан но это не означает что в стратосфере никто не живет так кто тогда там может жить а я там жил блять сколько полгода ну я жил в башне у нее вы поняли ну типа надо настолько высокая что я блять в стратосфере может сказать ночевал на бактерии на яблере что они у нас на кончиках пальцев на языке на гениталиях на как на кошачьих фекалиях вот они оказываются используют стратосферу как трассу между континентами чё блять опа да бактерии поднимаются туда через вулканические извержения и сильные штормы которые такие толстые что пробивают потолок тропосферы путешествие может длиться годами но как они там выживают ведь условия похоже на марсианские и вот это интересно чтобы пережить такие жесткие условия они переходят в альтернативную форму она называется эндоспорами бактерия создают своего клона и залезает в него как в скафандр выталкивает всю влагу и запечатывает днк как багаж чего блять мы все мутанты ёбаные и с членом но зато красивые очень а зачем ты написал в требу погнали понимаете да даже бактерия сейчас путешествует а ты нет и так покорить эту высоту человек придумал свой аналог эндоспоры берется герметично зато бактерии не может смотреть стримы вот а а я смотрю стримы кабина называется и стримлю тоже но и вы тоже это делаете но смотрите стрима долл а а не могу слушать треки марганштерна вы буду то есть они уже проиграли но еще что они там путешествуют дай мне похуй умный большой шар наполненный водородом и гелием и получается а а почему тут подожди стоп огромный большой шар наполненный водородом и гелием и почему вот эту штуку добавился он сказал водородом и гелием и сюда добавил то же самое или я сейчас что-то не понял а а или гелием войдут бою получается старта оговорился а ну все дизлайк оговорочка блять ошибку допустила и какой же ты научный блогер то забавно что придумал его тот же чувак который построил первый батискал august пикар сначала он повлил стратостат чтобы запечатать внутри безопасно для человека давление а потом модернизировал свой аппарат под чудовищное давление на дне океана выглядел пикар как ваш учитель по математике но он не засал и сам опробовал свои изобретения покорив две смертельно опасных стихий дно океана и стратосферу а 80 лет спустя именно на стратостате поднялся на 39 километров экстремал феликс баумгартнер и прыгнул оттуда успев перед раскрытием парашюта разогнаться до сверхзвука правда скоро его рекорд высоты побил один из боссов google алан юстас он просто прицепил себя к шару как винни-пух и в одном лишь скафандре сумел достигнуть 41 километра но всему есть предел наращивать шар без конечности мы просто не можем мало того что он сам должен быть огромный просто дико огромный чтобы его разреженный воздух толкал вверх так он еще и расширяется при подъеме до тех пор пока не лопнет поэтому выше 53 километров шары пока не летали зато ниже этой отметки мы чего только не запускали разные метеозонды чесночный хлеб робота кресло на котором можно было бы отдохнуть от офисной работы и кайфа сливки шоу чё-то запускал по он что он запускал короче он запускал кота вроде в космоса ночь от вида и даже а вот такую огромную обсерваторию на шарике но только недавно мы смогли заметить очень странную вещь как будто кто-то включил в небе большую газовую горелку что это может быть я глянем поближе сердце грозового облака рождается электрические разряды длиной в десятки километров но бьют не вниз а в сторону космоса их называют синими джетами а самый огромный из них гигантские джеты вырастают до 70 километров почему они возникают массы влажного воздуха в облаке трутся друг от друга создавая статическое электричество как шерстяной свитер накапливая сгустки отрицательных и положительных зарядов но природа такое не любит ей нужна равномерность баланс поэтому сгустки отрицательных и положительных зарядов любой ценой должны себя уничтожить так считает природа и происходит бах молния пробивает небо хоть нам и кажется что она обязана идти вниз вы начинается на все пас двух встречных микро привет с извини что о грустном но мне нужно немножко поддержки вчера пришлось усыпить мою любимую кошку она была со мной с 2009 года год боролись но рэк победил ну да грустно брэн анди пассивьте больше за 120 рублей здесь 9 это сколько лет получается было кошки но она прожила в принципе как бы обычную нормальную кошачью жизнь 12 лет но как бы да а так ну блять такое случается этого не избежать что ж теперь да да неприятно добывает ну разве плюсы идут мочить минусы а минусы идут домой к плюсом вы сейчас смотрится рождение самой частой молнии между землей и небом микроразряды сливаются в один мостик своего рода как будто какой-то челик вот ноги вот даже на руку похоже варюшка и это как клешня такая и типа проводник и по нему проносится самый жирный и самый главный разряд который шел снизу такая хуйня по башке даст прям в башку как хуйнет через этот разряд аннигилирует себе станешь суперчеловеком каким-нибудь или я будет суперспособности сразу там всякие минусы облако и плюсы земли будешь как доктор стрэндж именно его мы видим и слышим как гром а сейчас будет шок-контент электро-шок-контент найс поддержал на что не так сказал то бля долбоебик что я должен был еще сказать да бро все нормально будет бро да ты не грусти бля братан бля буду главный разряд бьет не сверху вниз как мы привыкли думать держись брат снизу вверх он как бы наносит ответный удар по тучи причем несколько раз подряд облако и земля теперь квиты но на верхушке тучи все еще остались заряды положительные им тоже надо куда-то деться и как раз они улетают вверх на десятки километров чтобы столкнуться там насмерть с отрицательными частицами это и есть синий джет следующий раз когда увидите молнию задумайтесь что из одного и того же облака молния бьет не только по земле возможно еще и вверх в сторону космоса вы просто этого не видите из-за облаков да это еще не все в этом выпуске фактов будет еще очень много кроме джетов ученые открыли целое семейство странных молний гораздо выше на этом красивом снимке с шаттлом endeavor за оранжевой полосой тропосферы и белой стратосферой видна голубая мезосфера этот слой лежит ровно посередине атмосферы и мезос это как раз значит середина а еще это самое холодное место на нашей планете наверху обычно минус 100 градусов но бывает еще морознее если внизу был озоновый слой который поглощал ультрафиолет и грел воздух то в мезосфере частиц для этого уже не хватит они не поглощают энергию из космоса и также хреново задерживают тепло идущее снизу это как носить зимой майку в сеточку и ваше тепло отдаст и внешне не накопит в мезосфере настолько холодно что даже молнии здесь бьют холодные эти причудливые штуки похожие на осьминогов или инопланетных шагоходов из войны миров называют спрайтами они появляются стаями иногда разрастаются до 50 километров в садеба только же в ширину эта штука шире чем мкат обычный молнии раскаляют воздух до 25 тысяч градусов а спрайты не горячее чем это если вы когда-нибудь трогали эту лампу то замечали что она не обжигает вас так вот внутри спрайта и внутри этой лампы и вся щас пошли трогать лампы но это же холодная плазма горячие частицы здесь разбавлены холодным газом как ванна холодная тронул лампу случайно у меня чуть рука не отвали воды в которой плеснули стакан кипятка поэтому в сумме эта смесь нагрета не сильно спрайт это гигантский холодный разряд который стекает сверху вниз мезосфере на высоте от 50 километров что интересно спрайт живой никогда за ну чуть-чуть одновременно вот с такими молниями внутри облака чтобы по справедливости раздать электрические заряды по всей атмосфере так что молния которую вы видите это лишь верхушка айсберга целой горы разрядов которые простираются на сотни километров вверх да все слои атмосферы обмениваются разрядами но для улыбал по свои разряды молнии расскажите о моем потому что у видоса будет там просто весь обзор сори ну как бы кроме спрайтов и джетов мы упускаем из виду другие разряды например эльфов эльфы как ударные волны расходятся над грозой в виде кольца интересная бля странную ауру который официально назвали гост призрак вот есть пикси они названы в честь английских фей и даже тролли которые держат на себе спрайтов и про всех этих мифических тварей мы знаем еще меньше но здесь нас можно понять мы стали изучать эти молнии лишь недавно когда всем стала доступна высокоскоростная съемка и снимки из космоса но есть вещи которые мы стали изучать недавно просто потому что они сами появились над нашими городами не более чем 150 лет назад и это облака из-за льда и космической пыли их называют серебристыми они видны в небе когда солнце зашло за горизонт и все остальные облака уже гаснут но серебристые облака светится ярко даже в сумерках если увидите их знаете они находятся на высоте около 80 километров пока обычные тучи летают не выше пары километров для их появления у вас над головой должны статей сразу три уникальных условия а я говорю же облака на самом деле не так вы драку да много вода я ворона где вы быть не должно и пыли морсов брах по себе по тебе за нового истечения обстоятельств до конца 19 века серебристых облаках не было никакого упоминания они впервые показались нам на глаза после извержения вулкана крокотау в 1883 году и падение тунгусского метеорита в 1908 оба этих событий оставили в атмосфере много пыли и водяного пара льдинки собрались вокруг пыли и образовали серебристые облака но со временем их станет замечать все чаще ученые считают что в этом виноват сам человек бля и серебристые блока сегодня пса пришлось усыпить грудовый червец 12 лет было отравился живут ры проклятые хорошего друга потерял за что такая пустота поддержи бро держись и брат держись держись лака это вестник климатического апокалипсиса углекислый газ который мы выбрасываем здесь внизу работает как парник а верхних слоях наоборот охлаждает воздух а метан который мы тоже выбрасываем там распадается до водяного пара вот пожалуйста вам и два ингредиента из трех для создания серебристых облаков но где взять третий космическую пыль как она появляется в мезосфере все просто я пыль именно там сгорают метеоры и их кладбище видно прямо на этом фото попробуйте найти что не видите никак их падающих звезд это или может быть это да все это оранжевые свечения это остатки сгоревших метеорных тел целый слой толщиной в пять километров из и чё в натрия теперь вы понимаете как много событий происходит в мезосфере серебристые облака все плачут до пыли вылаз попало метеоры странные разряды а мы люди даже не можем здесь полетать чтобы как следует все рассмотреть почему все дело в том что воздух мезосферы недостаточно плотный чтобы держать наши самолеты и воздушные шары но при этом слишком плотный чтобы там летали спутники они будут тормозить об него или вообще сгорят от трения как вот эта деталь хиба в плазменной трубе в лаборатории когда кальян неправильно сделан растворим мир который наша авиация космонавтика сознательно игнорирует он даже получил прозвище игнора сфера это что-то вроде френд зоны только хуже самое дно ты тоже получается мы не можем его исследовать что ли самое но здесь у нас на канале алю запускать до аппараты ненадолго это называется суборбитальный полет то есть вместо того чтобы разгонять корабли до 1 космической скорости и выводить их на орбиту мы бросаем их по дуге как камни но на десятки километров вверх с гораздо меньшим разгоном на орбиту может вывести только ракета и все забудьте даже если то шаттл его все равно сначала цепляют к ракете а вот в суборбитальный полет можно отправиться по-другому к самолету так что-то душновато на самом деле правда необычный с ракетным движком космоплан первый такой аппарат x15 запустили американцы еще в 1959 году и на нем летал нил армстронг задолго полета на луну по похожему принципу устроены корабль unity от ричарда брэнсона полет которого вы все с интересом наблюдали этим летом ведь многим хочется билетик в космос принцип такой самолет разгонщик доставил космоплана в стратосферу а тут уже на своем ракетном движении поднялся а что еще мы сегодня посмотрели там сколько твич fm смотрели нормально усачев нормально извини меня извини меня чбд ну здесь как бы я думал про космос видео а тут про атмосферу про землю про небо про грозы ну как бы я и так все просто знаю ребята я человек умный как понимаете книжки читаю каждый день я так в курсе всего того что он где-то рассказывает я ничего нового не узнал просто вот наверное поэтому душновато да потому что я ничего нового не узнал в мезосферу пока что рекорд юнити 90 километров или вы можете не строить такую сложную конструкцию и сделать все по классике как глава amazon джефф bezos он построил обычную ракету как сотни до него но с некоторыми особенностями летает на водороде и похоже на пенис ее головка то есть капсула с пассажирами достигла ли я 107 километров что в этом нового ничего кроме формы члена bezos поднялся на ту же высоту куда и 80 лет до него поднимались ракеты немцев которые летали по тем же принципам с одним маленьким исключением они падали на людей и убивали их но и на благо науки фау-2 поработали с их помощью американцы сделали первое фото земли из космоса как раз высоты куда поднялся без а так земля выглядит из его ракеты это тестовый полет с манекеном послушайте какая тишина за бортом в мезосфере чё-то вообще не тихо там гудит кто-то даже у меня сейчас здесь дома и тише только техника пищи огромная такая если бы техника не пищал а тогда было пищу скорость но свист ветра не слышно ведь верхних слоях мезосферы частиц газа очень мало а вот как звучит вход в нижние и плотные слои атмосферы звучит страшно как я уже сказал без вас поднялся до 107 километров на 7 километров выше линии кармана это ведь вот уже интересная история начинается уже космос не совсем я хочу чтобы вы поняли 100 километровая линия кармана это на самом деле не граница космоса это граница между принципиально разными способами полета до 100 километров зона для самолетов и воздушных шаров для ребятовой и точнее модераторы давайте нахуй знаете вот этих людей которые допросит крикнуть в банчиках нахуй я думаю они после этого сразу проснуться ря в этой области валют на подъемный силе воздух отсюда выше 100 километров это зона для орбитальных аппаратов спутников и ракет для нас украшения космоса энергия в голову ударе 80 качу потому что это ровно 50 миль понимаете каждый округлил как ему удобно в общем кто бы что ни говорил ни кем в мире юридически не определено где ой я чё крикнул что ли более окончается земля и начинается космос даже спутники плевать хотели на эту линию иногда летают на 80 на 90 километров то есть нет единого закона поэтому брэнсон с безусом могут мериться кораблями в твиттере до бесконечности все равно никого из них не дали звание астронавта просто потому что сами миллиардеры не управляли кораблем и никак не обеспечивали безопасность в полете за них все делал экипаж или автоматика вот так строишь свою космическую империю и никакого значка астронавта тебе не дают хрен там все прощай амбиции но мы будем выше этого в том смысле что мы поднимаемся выше чтобы рассказать про следующий слой атмосферы как раз на высоте около 90 километров начинается термосфера в ней совсем пропадают построить космическую берегу нужно ли тебя давали ла метр чтобы натолкнуться на другую молекулу и никто не услышит твой крик до чем выше мы поднимаемся тем меньше воздуха там остается но увидеть этот воздух мы можем в виде полярного сияния красиво но что здесь происходит на уровне физики тонны солнечные плазмы врезаются в магнитное поле земли а далее небольшая часть влетает в атмосферу в районе полюсов дальше происходит то о чем мы говорили выпуске про звездную алхимию если атомы он или молекуле воздуха дать энергии а давайте это пустит свет с определенной длины волны а значит и определенного цвета и поведем вопрос мы кстати можем узнать на какой высоте находится это полярное сияние ярко-красный всполохи дают столкновение с давайте проведем просто чате модератор может сделать опрос на летали ли вы на самолете ну типа да или нет ночью ветра с 1 атомным кислородом на самом верху выше трехсот километров попсовый зеленый цвет заново вы пишете сейчас опрос будет до трехсот километров до двух атомный кислород которым мы дышим а еще снизу может быть фиолетовая или розовая полоска это азот выше 100 километров жаль конечно да что всю эту красоту можно увидеть только за полярным кругом или голосуем ребят и нет или я все-таки вру да я вру вот ведь полярное сияние не прибиты гвоздем к плюсам чем сильнее вспышка на солнце тем южнее уходит полярное сияние они могут дойти и до наших шоу как было в москве в марте 2015 или в ленинградской ага кто первый отправит его в чат тому подарю сапку нечет предвидели отслеживаю скриптом мне нихуя делать охуеть это ты придумал ловко молодец ну даже кричать не надо чат разбудил сразу нам 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 блядь нам 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 и здесь большинство в итоге даже не летали на самолетах выгла ты ебаная блядь ну блядь я же просил ты мне уже тот чершебучий намаляешь опять переделывать банан пасе больше 120 рублей ну вот вам бы пожалуйста блядь вот вам и явно тому показатель уровень жизни в стране большинство людей даже не летали на самолетах это чё хорошо это нормально нихуя не нормально ребята это вообще нормально я считаю люди не могут себе позволить блин летать на самолете вот жил бы я где-нибудь в норвегии или в швеции и был бы там стримером и проводил вот такие опрос скорее всего процентов 90 бы сказали да мы летали на самолете это же нормально летать на самолете куда-то путешествовать и так далее а у нас блядь 52 процента людей в чате не летали ты не понял блядь ты области февраля 2020 но во время киринтонского солнечного шторма в 1859 году пока телеграфа в европе америки горели били током и работали без розетки холодным зеленым сиянием наслаждалась даже куба и багамы причем тут уровень жизни ну для тебя дурака объясняю приплел нет ну как причем при том что люди не могут себе позволить путешествие потому что у них маленькие зарплаты они не могут себе позволить полететь куда-то даже банально возьми моих родителей они никогда нигде не были почему но не потому что у них нет желания правильно или потому что они не хотят что нет возможности скажем а сейчас уже нет желания типа есть возможность я могу устроить это да наху нам надо но когда были молодыми было же возможность и желание о возможности не было было желание вот зор далф и в итоге у нас кто лалка блат лалка блять поздравляю ну да это не из-за от этого многие за границей не летали так же как и в россии но я понимаю что как бы многие не летали но мне кажется все таки там процент повыше тех кто летал там же тебя пенсионеры например в я же был в европе во многих странах и я просто вижу как там пенсионеры они реально путешествуют гуляют там не знаю французы ты их можешь встретить в любой другой стране вот если у них есть возможность путешествий у них большая пенсия высокая и соответственно и все очень далеко от плюсов места находятся у нас пенсионеры вряд ли могут себе позволить блять даже в тот же крым полететь хотя почему холодным то ведь поляр на какой-то пенсии достаточно горячая штучка да это горячие области ведь мы обсуждаем с вами термосферу а термо а значит а жаришка то есть мы обсуждаем жаришка сферу жаришка как только вы сюда поднимаетесь воздух вокруг вас начинает теплеть с каждым километром но чему здесь нагреваться то а чему ведь это же гребаный космос но все дело в том что термосфера это еще один щит который защищает нашу планету от ультрафиолета и снова спасибо но не от обычного ультрафиолета от самого короткого еще более злого и вдобавок от рентгеновских лучей все они бьют в частицы воздуха и разгоняют их до огромных скоростей а это и есть температура физике чем выше скорость частиц тем горячее сладочи потому что в нем очень быстро двигаются частицы опуская в суп свой палец частицы супа передают энергию молекулам пальца и вы получаете ожог но если в супе максимум 100 градусов то в термосфере две с половиной тысячи но вот парадокс попадая туда вы не почувствуете ожога и тепла а наоборот почувствуете леденящий холод почему разгадка простая у вас будет биться так мало частиц что вы не почувствуете их энергию а почувствуете наоборот только холод запомнить это очень просто в термосфере энергии у частиц дофига но самих частиц нифига нифига чтобы нагреть но все еще достаточно чтобы хлистать во время полета если вы летите а если взять горячий суп и полететь с ним в термосферу еще будет супом китайцы потеряли контроль над станцией тяньгун и что она без контроля рухнула с орбиты за два года все потому что мельчайшие частицы 16 километров друг от друга бились а 10-метровую станцию и смогли затормозить ее как бетонные отбойники у дороги на этих кадрах она уже в более низких слоях именно поэтому мкс чтобы удержаться на орбите приходится регулярно поддавать газку у космонавтов в этот момент кончается невесомость и все предметы начинают двигаться с небольшим ускорением ну все уже до мкс добрались а 16 километров летишь и встречаешь всего лишь одну частицу что еще здесь можно найти давай же в казалось бы да нашли военные да гигантское зеркало для наших радаров короткие волны не путешествует между континентами напрямую от антенны к антенне нет они как от зеркала отражаются от ионов и электронов которые больше всего в термосфере этот хитрый прием используют военные радары самолеты и корабли без этого они никак не смогли бы передать сигнал через горизонт а мы поднимаемся еще выше и казалось бы приходим не к чему да пустота полярные сияния тускнеют ведь там заканчивается кислород и азот но на самом деле мы приходим к самому интересному выше 600 километров никогда не запускают длительные экспедиции ведь там начинается на этой отметке радиационный пояс единственный космонавт который там может крутиться долгое время это мертвый космонавт ведь здесь у меня тюрьма для самых злых и заряженных частиц которые поймала магнитное поле земли не пустила жарить наши тела оставив вращаться на этой высоте кроме залетных частиц в этой области летают водород и гелий из нашей атмосферы ведь самые легкие газы что поднимаются наверх и гелий улетел именно туда а в экзосферу экзо означает снаружи но мы назовем ее шлюзосферой потому что это настоящий шлюз между землей и космосом где теряются даже ничтожные следы нашего мира частицы здесь может лететь тысячи километров и не встретить ни одной другой и многие из них летают так быстро что достигают второй космической скорости то есть 11 километров в секунду азнер бар отрываются от протяжения земли вы можете представить это так земля это кастрюля с кипятком и частицы нагретые больше всего вылетают с поверхности то есть испаряются также и наша атмосфера все время немножечко испаряется и теряет 260 тонн газа ежедневно но где конкретно заканчивается экзосфера а значит нас пестров столько же газов за день для терять атмосфера это очень интересный вопрос ответив на который вы еще ответите вдобавок на одну простую загадку кто был первым человеком кинувшим планету вроде но сейчас скажет такого человека не было во всем известно это был юрий гагарин в 1961 году я скажу что не было все гордимся этим достижением но напомню юрий гагарин пересек линию кармана а это условная граница атмосфера то продолжается и выше выпуски как оттолкнуться от пустоты я сказал что следы атмосферы прослеживаются аж до тысячи километров но это было три года назад и ученые успели все переиграть еще раз напомню в экзосфере летают отдельные частицы водорода и гелия но так вот когда облака из этих частиц отражает ультрафиолет от солнца возникает свечение мы называем его но геокороны наблюдение за ней показали что она простирается от земли на расстояние до 600 30 тысяч километров так что технически даже луна находится в земной атмосфере получается что экипажи аполлонов рассекая на тачке по лунному грунту все еще оставались на земле астронавт мог снять шлем и вдохнуть на луне водород и гелий родного техаса если бы не давление понимаете до сих пор никто никогда не покидал нашу планету если говорить языком физики первые люди которые действительно покинут нашу планету это будут те кто полесят на марс еще один повод отправить туда экспедицию да мы люди такие да то что же это все узнает от мне тоже в начале про эти молнии было да но про космос и я ну нет ну как бы не ну ну да меня просто тема космоса мне нравится больше то что там про атмосферу было молнии это немного задушило вот сейчас концовка видео реально интересно я прям с интересом смотрю сейчас но сука видео заканчивается блять мосферу до атомов но попутно выяснили что наша земля гораздо больше чем мы думали так это удивляет и как обычно прокачивай свои мозги пиздец пока но самым интересным заканчивать козел еще хочу сказать вам что да не надо ничего говорить бля ты же создал планету какого хуя ты не знаешь смысле я сказал что я знаю я же планет создала не космос и вселенную алё в телеграме те факты которые я говорю про планеты я знаю а вот что там в космосе я не ебу пошли очень интересный в этот вы бы не нашел я клеща я бы уже и не искал похуй пусть живет остаются в телеграме я их отдельно там рассказываю ссылочка на тебя чек не старый его видосы про космос орнешь а чё там чбд что ли в космосе не помню они ловят и инопланетяна начинается их троллить или унижать и оскорблять ты чё такой зеленый а а а а